Здравствуйте! Правительство Подмосковья планирует сделать медицинскую помощь более качественной. 21 марта в Доме правительства Московской области прошел первый форум медицинских работников региона «Здравоохранение Подмосковья. Путь к лидерству». В его рамках состоялась встреча губернатора Андрея Воробьева с президентом Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонидом Рошалем и президентом Федеральной врачебной палаты Германии Франком Монгомери. На встрече обсуждались перспективы модернизации медицинской отрасли Подмосковья с учетом передового зарубежного опыта. Отдельное внимание было уделено развитию саморегулируемого медицинского сообщества Московской области. После рабочей встречи Воробьев открыл первый форум медицинских работников региона. Губернатор отметил, что качество здравоохранения в Подмосковье сегодня не всегда на высоком уровне, что предстоит большая системная работа по преобразованию. Напомнил о мерах социальной поддержки медицинских работников. «В этом году у нас планируется повышение заработной платы. Мы открываем для молодых специалистов новые возможности по льготной ипотеке. Молодым врачам общей практики мы предоставляем не только помещения для работы, но и квартиры, которые через определенное время переходят в собственность. Все эти программы начинают работать. Задача заключается в том, чтобы они начали стимулировать и привлекать самых лучших специалистов. Значит ли это, что мы рассчитываем только на приезжих? Нет, мы рассчитываем на наших лучших специалистов и будем готовы поддерживать их и поощрять». На форуме состоялась торжественная церемония награждения заслуженных деятелей подмосковной медицины. Сегодня, 24 марта в 12.00 отправили очередной гуманитарный груз в Крым. Это уже третья отправка, организованная силами администрации Центрального административного округа, граждан Подмосковья и Россоюз Спаса, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Гуманитарная помощь состоит из электрогенераторов, продуктов питания, средств первой необходимости, лекарств, оргтехники, бытовой техники, строительных материалов. Машины стартовали в 12.00 от Дома правительства региона, расположенного в Красногорске. К сведению автомобилистов. Директор Гидромедцентра России Роман Вильфанд сообщил, что, по его мнению, автомобилистам Московской области не стоит спешить со сменой зимней резины на летнюю. По его словам, в первой декаде апреля в 70% случаев по ночам температура будет опускаться ниже нуля. Синоптик отметил, что в самой Москве в начале апреля преобуваться можно, однако в области лучше не рисковать. И в продолжение темы. Температура воздуха в Подмосковье поднялась в воскресенье до рекордных плюс 17 градусов. Это стало пятым по счету рекордом в марте. В понедельник в середине дня воздух прогрелся до 20 градусов тепла, что больше характерно для середины мая, сообщил РИА Новости специалист Центра погоды ФОБОС. У меня на сегодня все. Удачных вам трудовых будней. Увидимся на ТВЛ.